Всем привет! Сегодня приехал в небольшой городок Тегумс. Самое интересное здесь... Это не вот эта станция, которую я показываю, а Тегумская ГЭС, гидроэлектростанция. Одна самая старая в Латвии. Поселение это довольно небольшое. Здесь всего несколько тысяч человек живет. И весьма современная. Такие вот здесь церкви постмодернистские имеются. Вот здесь очень хорошо сделали дорожку вдоль Даугова, чтобы можно было идти и любоваться на электростанцию. А вот и она сама. Вот то, что ближе к нам, это построено в конце 30-х годов при Первой Республике Латвийской. А то, что туда дальше, это уже 70-е годы советский период. На Даугове есть целая сеть из трех крупных электростанций. Но вот только Тегумская ГЭС была построена в период независимой Латвии. Две другие, ближе к Риге, еще одна, Рижская ГЭС, и Плявеневская, наоборот, в сторону вот туда, вот туда. Они были уже сделаны в 60-е годы при Советском Союзе. Тут место для фотографирования с надписью Тегумс. Кстати, я не уверен, что я вот прям правильно читаю название этого города, потому что вот эта буква ТЕ-ТЕ-КЭ с такой вот, видите, внизу запятой, она, наверное, самая сложная для произношения русскому человеку в Латвии, потому что очень необычная она. Городок очень простенький, без всяких там ярких достопримечательностей, ну, кроме гидроэлектростанции, но зато очень ухоженный и хорошо сделанный. Тут и на самокате, вон, пожалуйста, катайтесь, и пешком ходите, и на велике. Поскольку до Риги здесь уже километров 30, то город очень сильно связан со столицей, и, я так полагаю, люди отсюда регулярно ездят на работу в Ригу, ну и по прочим нуждам. А я тут выбираюсь на набережную Давгова, вот такую очень каменистую, чтобы показать вам вид с другой стороны на электростанцию. С этого ракурса хорошо заметна часть, которая построена в 70-е годы, но то, что в 30-е сделали из-за кустов, к сожалению, не вижу. Здорово, конечно, что вдоль всей набережной сделаны такие вот информационные стенды с историей электростанции и фотографиями. Ну, в общем, чему я удивляюсь, так обычно всегда в Латвии происходит. Вот здесь показано строительство электростанции и фотографии 30-х годов, соответственно. О, катис побежал, вон он, в кустах притаился. Сейчас как прыг на меня, и все, огромные глаза. Ну, тут прям можно читать, не перечитаться. Читать и читать еще. У меня тут, к сожалению, очень мало времени. Приехал всего на 50 минут в этот городок. Вот, посмотрите, как отсюда классно видна электростанция. Как раз-таки вот эта часть, это и есть 30-е годы, конец 30-х. Тут важно еще сказать, что во времена Второй мировой войны она была почти полностью разрушена. Ее, конечно, восстанавливали. Вот такая вот панорама на электростанцию. Вот там вот уже 70-е годы. Вот здесь сейчас плохо видно, но на стекле нарисован мост, который был ранее, как раз-таки в 30-е годы, в довоенный период. Вот он строился вместе с гидроэлектростанцией, но вот в военный период его взорвали. Вот это, собственно, его фотографии. В общем, что еще надо человеку? Гидроэлектростанция, площадка для бейсбола, волейбола, всякие раздевалки, туалеты, конечно же, травка зеленая, кошеная, скамеечки, автомат, кофе, автоматы, конечно. И все это есть в Тегумсе. Ну, конечно, простое местечко, но на мощь электростанции посмотреть сюда стоит приехать. Сдается мне, что вот это здание почты, это ровесница первой ГЭС, именно вот конец 30-х годов. Посмотрите, какой арт-деко, такой функционализм, переходящий в арт-деко. А надпись, а надпись какая-то какая. И двери тоже шикарнейшие. Но могу ошибаться, может быть, и 50-е. Ну и очень недурно выглядят здания станции. Очень массивно для такого небольшого городка. Но внутри ничего такого особого нету. Единственное, что вот оттуда очень вкусно пахнет едой, потому что там пиццерия. В общем, коротенькое видео у меня получилось про город. Но ничего, всем спасибо, всем пока.